Бесконечные канистры с пластиком, крышками и коробки с бумагой. Так выглядит экоцентр в Химках. Место, куда они равнодушны к природе, отдают все, что больше не нужно, либо вышло из строя и может нанести вред окружающей среде при неправильной утилизации. Это не выбрасывается на свалки никуда, это потом находится во вторую жизнь, потому что мы же это сдаем в переработку и дальше это реализуется, перерабатывается. И люди же потом могут эти переработанные заново вещи использовать в виде каких-то пластиковых бутылок или полиэтиленовых пакетов и тому подобного. Вторую жизнь дают не только пластику и бумаги. В экоцентре есть так называемый уголок благотворительности. Он больше похож на гардеробную, вся комната заполнена одеждой. Принимают чистые, непорванные вещи, пригодные для повторной носки. Отсюда их может забрать каждый, кому это необходимо. Если желающих не найдется в Химках, то работники экоцентра отправят посылку с обновками в Оренбургскую область. Кроме одежды, которую вы видите здесь, у нас есть еще и другие вещи. Это, например, детские игрушки. Они тоже очень хорошие, люди их приносят. И уже неоднократно были случаи, когда к нам реально приходили там родители и забирали. Это же хорошие игрушки, зачем их выкидывать на углу. Просто, допустим, дети выросли, можно же отдать кому-то другому, у кого не хватает даже денег на то, чтобы купить эту игрушку. А игрушки хорошие, с удовольствием люди забирают. То же самое касается книг. Это вот здесь у нас буккроссинг. Вот такой обмен литературой получается. Ну и на этом экоактивисты не остановились. Так, монитор у нас, допустим, мы предполагаем, что он исправный. Надо встучать в розеточку, дефектовать его на предмет включения питания. Появилось, не появилось, нет питания. Самый большой вред природе приносит неправильная утилизация бытовой техники. О том, чтобы лишние яды не попадали в почву и не выделялись в атмосферу, тоже позаботились. На утилизацию в экоцентре принимают старые компьютеры, обогреватели, телевизоры и кондиционеры. Некоторые из них пойдут на переработку или запчасти. А экземпляры, которые можно спасти, получат вторую жизнь. Буквально сегодня я встречался в комитете по имуществу города Химки с начальником договорного отдела. И, соответственно, он попросил нас попросить жителей Химок о том, чтобы жители Химок принесли какие-то электротовары для оборудования квартир-сирот. Детям-сиротам, конечно, мы не будем поставлять какое-то барахло. Мы вплоть до того, что будем собирать денежные средства и покупать новые вещи. В приоритете экоцентра осознанное потребление, забота о природе и даже кошельке. Зачем покупать то, что можно просто отремонтировать? Почти 50% всей бытовой техники, которую люди сдают сюда на утилизацию, возвращается к жизни после замены проводов или каких-то незначительных деталей. Впрочем, если вы все же решили расстаться с той или иной вещью, приносите. Вероятно, она сможет прослужить кому-то другому. Бумагу, пластик, одежду и электронику сдать в экоцентр можно в понедельник и среду с 16 до 20 часов. И в субботу с 13 до 15 часов дня.